здравствуйте друзья вопрос вот такой он тревожный вопрос ощущение что сейчас шандарахнет кризис витает в воздухе с другой стороны вы говорите я говорю что в общем то из трех последних обвалов 91 2001 2009 ну там скажем 7 8 в айти проблемы были только в 2001 это правда то есть остальные обвалы как-то айти так стороной обошло два других кризиса почти не задели индустрии какие ожидания на грядущее снижение и внутри этого вопроса другой насколько велика разница между тем как чувствует себя айти индустрия силиконовой долине от всей остальной айти индустрии в стране в периоды спада экономики ну чё ж хороший вопрос хочу только привести так по случаю пословицу известную это поговорку поговорку поговорка которая звучит знал бы прикуп жил бы в сочи да вот но давайте я камеру поверну то солнышко дело в том что в развитии экономики в частности спады большие спады маленькие спады являются как бы функции очень многих аргументов то есть или так простым языком гражданским очень много факторов на это влияет и когда человек а каждый из нас он ограничен как бы в том что он видит перед собой даже специалисты мы видим очень часто ошибаются так вот когда он смотрит на какой-то фактор ну например там государственный долг и вид ой да у нас же государственный долг да он же там уже скоро будет 20 триллионов да там еще чем и пошло и поехало опять мы от солнца разворачиваемся в другую сторону вот солнышко то вот и пошло и поехало и ты начинаешь циклиться на этом долге и думаешь ну все с таким долгом хана нам против или начинаешь смотреть там год а вот у нас торговый дефицит первые выборы которые я помню в сша это были выборы девяносто второго года президентские ну ну как там все сразу на президент конгресс вот эти выборы девяносто второго года вот такие же как сейчас были тогда клинтон стал президентом а был до этого буш старший и вот там был такой вопрос вот как сейчас там со стеной на мексиканской границе тогда был вопрос торгового дефицита с японией и вот тебе япония она нам продает много смысле да а покупает у нас мало значит она выручает денежки тут у нас а потом несет их куда-то значит у нас не несбалансированный торговый баланс там и пошло поехало пойти я не знаю как вот прям на сегодняшний день но я помню был момент уже в прошлом когда у нас не то что не только япония не была на первом месте но она не была даже на втором то есть я бы обошли и китай и канада по несбалансированности бюджета вот такой был момент не знаю как сейчас там с канадой поэтому вот был то был такой вопрос значит к чему мы говорим мы говорим к тенденциям и к прогнозам вот если ты вот начнешь циклиться на вопросе торгового дефицита торгового баланса то ты скажешь вот все наши проблемы из-за этого и начнешь развиваться куда-то если это не 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 вот мысли мы не примем сегодня срочно вот это решение то мы тогда бум 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 и так последовательно знаете как сегодня он там пуговицу на воротнике не застегнул давно на гимнастерки завтра ночью там курить начал послезавтра значит пить начала и кончится все это изменой родине значит до мы расстрелом вот какой такая последовательность возникает но дело в том что не все те люди которые начали с не застегнуты пуговицы закончили обязательно изменой родине и расстрел то есть там есть много других вариантов то значит то же самое и здесь происходит поэтому очень много таскать факторов которые влияют и внешнеполитические и внутри политические и сугубо экономические вот например сейчас после того как и прошли выборы избрали трампа в ожидании будущих снижений налогов для бизнеса да а он как бы обещал там чуть ли не но вообще там не до 15 процентов снизить там вот сейчас говорят может быть так республиканцы уже партийная часть и говорят что но может быть 25 вот так 15 что слишком на самом деле это все-таки должны быть деньги в казне тоже непонятно откуда возьмутся если налоги отпустить в общем это не для граждан речь шла не о налогах для граждан речь шла о больших налоговых значит там попущения для бизнеса и вот в ожидании будущих прибыли уже рынок рванул там все побежали там и это все чисто спекулятивно пиши никто не знает насколько поднимут никто не знает когда поднимут опустят эти налоги никто не знает какая из этого выйдет прибыль что будет там с ценами на нефть это никто ничего не знает но уже все побежали какого-то спекулятивно поэтому я к чему говорю народу который захочет высказаться много народ который может быть и не высказывается но задумывается еще больше и надо понимать некоторые условность всех этих дел когда говорят шандарах нет кризис это говорят уже давно ну вот несколько лет подряд вот скажем года два-три уже говорят что шандарах нет потому что так дальше продолжаться не может вот вот да и там дальше начинается почему я помню кризис 2001 года вот когда интернет бум обвалился по серьезному и так далее а на самом деле это работой не стало в 2001 а сток маркет обвалился за год до этого где-то весной 2000 года за два за три до этого уже а может быть из четыре за два за три точно уже были голоса причем они становились все громче и громче и громче которые говорили так нельзя у нас выходят в паблик компании стартапы которые не производят ничего которые не имеют никакой прибыли у которых кроме обещания ничего нет и так далее это лопнет это пузырь так не должно быть это было за несколько лет но она перла понимаете но все кто сразу деньги забрал те самую волну и пропустили на те кто еще поддержал те получили а те кто и вовремя не ушел значит те потеряли в общем как бы от уровня квалификации многое зависит поэтому значит давайте еще раз вопрос вот значит все говорят что скоро будет кризис там шандарах нет может шандарахнуть вот я бы сказал что современный момент экономический и и политический тоже и внешнеполитический внутреннеполитический характеризуется тем что фактор неизвестности он как бы зашкаливает вот допустим год назад в это время я вам говорил что не но никогда в америке популистов не выбирали собственно какие шансы нет шансов у трампа потому что но у нас популисты никогда не были президент и это правда они никогда не были президентами я даже могу немножко усилить и сказать что все таки он там на почти три миллиона голосов все-таки проиграл на на общем голосовании хотя в силу разных обстоятельств как бы у него должность у него но но дело не в этом дело в том что произошло нечто чего никто не ожидал и сам трамп не ожидал вот он тут на днях выступал и рассказывал как совершенно не ожидал то есть он уже знал что поражение будет и все но вот вдруг вот так так бубна легла перед этим с брекзитом тоже никто не знал ну то есть вот понимаете вот это обычная логика привычной логик когда мы говорим но этого никогда не было то есть скорее всего этого и не будет да сейчас эта логика не работает мы смотрим людей которых значит туда ставят в правительство будущее там конечно еще надо утверждение пройти и так далее но вот мы смотрим кто туда попадает там много людей которые сами миллионеры миллиардеры там люди которые скажем из из очень-очень крупного бизнеса так вот там скажем госсекретарь там из эксен и но что вы при этом видим что никто из них не имеет абсолютно никакого или ноль или почти ноль опыта работы в госаппарате опыта политической работы и так далее вот допустим там трамп мне там дружбан один есть адвокат по вопросам банкротства он с ним много-много лет значит корешку это тот ему значит помогал там с банкротстве и этого значит адвоката назначает послов в израиль то там порядок навести и человек никогда не был на дипломатической работе ну не на какой такой ну просто вот допустим вот он он ему лично доверяет понимаете вот а лично сам он тоже никогда не был на государственной службе он никогда не работал не в сенате не там ну нигде ну пойти не избирался вот поэтому очень такая эклектическая команда собирается и вот этот фактор неожиданности он он прет вот допустим никто никогда из президентов там не собирал толпу в твиттере и там понимаете для президента неприлично 70 процентов американцев это какой-то опрос там смотрел считают что он должен прекратить это делать это неприлично уже тоже те уже выбран уже нужно что-то не должен в твиттере там сторонников собирать но он не может по-другому но может его убедят я не знаю все таки не обязательно чтобы один день все там перемены с ним произошли чек один день не может сильно измениться но очень потихоньку вот мы не знаем что будет то есть есть очень много тревожных факторов давайте так значит вот говорят что значит шандарах нет и при всем при том что давно говорят что шандарах нет по самым разным причинам говорят что шандарах нет вот как бы добавилась еще одна причина как бы вот некоторые непредсказуемость власти ее отношений как бы с другими ветвями власти президентской власти нам случае правительство и тогда в общем добавляется может может и может жахнуть любую секунду в любую сторону и даже если она вдруг как-то вот так начинает разгоняться то и финансовых кругах многие говорят что это так долго тоже быть не может потому что не ничем не обоснованные там уже деньги в кеш переводят все если когда жахнется так чтобы все было там тип-топ значит возвращаемся еще раз действительно разные кризисы по-разному влияют на сферу технологий из общих соображений можно сказать что всякий кризис выход из кризиса состоит то чтобы повышалась производительность труда и соответственно как то вот экономика выправлялась бы производительность труда последнее время повышается за счет технологий и мы это видели хорошо вот 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 те 25 лет которые значит я здесь нахожусь и даже когда мы говорим про нехорошую рецессию 2001 года в 1 2 там 3 значит когда мы говорим про айти пострадавшие от рецессии правильно здесь вопросе есть это пострадало вот тут локально почему локально потому что стартапы потому что интернет бум был очень много стартапов очень много народу съехалось со всей страны со всего мира h1b ведь перед этим же они в девяносто восьмом что ли в девяносто девятом году они квоту на h1b сделали двести тысяч и люди приезжали вот этими количествами понимаете и понаехало много народу и а дальше вот это стартап волна значит жахнулась но правда было как сказать было много народу временного да вот по рабочим визам они там склынули обратно в индию и собственные наши соотечественники многие там пришлось уехать они работу теряли но я помню людей которые не были завязаны на долину а вот тут работали год но потерял работу господи они могли бы этот лос-анджелес тут не так далеко на самом деле но до лос-анджелеса там я не насколько это там каотор с 500 на 450 вот такого плана недалеко вот лос-анджелес сан-диего другие штаты то есть всюду была работа вот здесь это был был локальный кризис айти если мы посмотрим на вот эти три последних кризиса и посмотрим как вела себя айти в целом по стране то можно сказать что айти и вообще этого ничего не заметила но зарплаты может быть пониже ставить когда бума меньше соответственно таких дурных денег меньше это есть ну вот я помню мероприятие из чикаго то есть чикаго не был этом эпицентром бума стартапов айтишных там интернет стартапов но тем не менее он делал что когда экономик стал так восстанавливаться уже не те деньги то есть он вот как получал 100 долларов часа а потом ему пришлось брать постоянную работу и она платила 120 тысяч год что существенно меньше и он еще потом лет там пять или шесть после этой вот как рецессию преодолели он все говорю что рецессию не преодолели потому что 100 долларов часу больше никто не предлагал так что он но можно сказать что если вы территориально не привязан географически скажем вот к этому пятачку да но вам в общем то все нормально но но может быть действительно во времена рецессии платят меньше вот допустим если себе если сегодня хороший рынок и вам платят 150 тысяч то завтра вам за эту же работу могут заплатить например там 110 если пошло вниз больше того люди которые работают и если они не являлись какими-то ключевыми такими у них есть большой шанс оказаться за бортом потому что можно его уволить и через там месяц нанять другого на намного меньше денег это тоже имеет место быть и поэтому люди которых еще не уволили можете вовсе не уволили но они переживают вот самые большие паникеры по поводу трагедии рецессии это не те которых уволили а те которых еще не уволили и они с ужасом думают что вот если меня уволят вот тогда как плохо мне будет это моё так субъективное замечательное ну давайте еще раз потому что мы мыслью по древу растекаемся а вопрос-то короткий и емкий насколько велика разница между тем как чувствует себя айти индустрия в силиконовой долине от всей остальной айти индустрии в стране ну безусловно есть специфика вот например если мы посмотрим даже в пределах калифорнии скажем южная калифорния там айти работает на такого солидного заказчика там страховые компании есть там есть финансовые компании там есть оборонка пойти то есть там таки большие вот я не там вот работают банки а а здесь например тоже вот стартапы инновации то есть если там например люди работают в айти у них есть заказчик которому нужно выполнить работу вот допустим страховая компания farmers у нее там две тысячи человек айти департамент вот там находится здесь идет продукт очень много такого продукта который предлагается рынку ну пошел хорошо не пошел ну значит закрылись и пошли дальше разошлись поэтому ну конечно в этом смысле здесь есть своя специфика то есть когда прет то здесь очень прет когда обратный процесс то здесь это очень чувствуется но у нас еще и в специфика состоит в том что очень много приезджего народа не только из других стран но и со всей америки молодняк съезжается и вот когда например вы смотрите год вот там люди из калифорнии уезжают об дорого и так далее я я смотрел статистику потому кто уезжает выясняется что уезжают обычно те кто приехал в калифорнию а те кто в калифорнии родился и вырасти не очень уезжают то есть они в основном это не те кто уезжать там их мало малая доля поэтому приехал сюда тут сыпанулось поехал в нью-йорк там поехал во флориду там еще куда-то поехал ну где-то он наверно сил я не знаю так что безусловно айти здесь более уязвимая хотел сказать ваннер был более уязвимая к кризисам по сравнению с айти в таких местах где вот скажем вот вот есть вот в сан-франциско в элсфарго банк понимаете но у банка же есть онлайн бэнкинг у них есть какие-то там инструменты которыми работают сами сотрудники разных департаментов с разными задачами и так далее значит вы не можете никуда деться с этим вы и вы должны это делать вот поэтому они конечно гораздо стабильнее чем вот какая-то вещь там часто денег собрались инвесторов жахнули ну не получилось и все будет это не то же самое или скажем вот пошел кризис и инвестор другая знаете ребят я уже потерял с вами там 500 тыс или там 2 миллиона значит ну и и если и хватит надо какой-то момент остановиться с потерями так так тоже бывает часто бывает не читал статью но читал сегодня заголовок иногда знаете даже статью не надо читать заголовок посмотрел уже как бы понятно о чем речь вот сегодня сутрячка в блумберге был такой заголовок что ожидается 2017 год ожидается очень плохим для айпио то есть для компаний выходящих в паблик выходящих со своими акциями на биржу вот считает вот считается что вот или по следующим рассуждение на тему о том почему вот специалисты считают что это будет самый плохой год там за последний там сколько-то так что посмотрим значит я хочу сказать что в любом случае да кто бы чего бы не говорил маркет ну посмотрим да но особенно слово посмотрим подходит вот в той обстановке в которой мы сейчас находимся когда действительно очень много непонятного и и вот это не непонятно я такая вот сторона гораздо большую роль сегодня играет чем когда бы то ни было неопределенность вот это в этом есть свой какой-то кайф наверное не знаю но посмотрим особенно для меня я мало завишу от всех этих дел в любой секунду там скажу а пойду-ка я на пенсию и пойду на пенсию но сами понимаете я бы еще поработал не то чтоб не нам сильно хотелось и именно на пенсию вот так что я как человек жизнерадостный и оптимистичный надеюсь что все будет неплохо вот а там посмотрим вот мы с вами вместе и посмотрим счастливо